господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно номер 284 события дня первое послание апостола петра 4 7 впрочем близок всему конец это как эпиграф ко всему что происходит в это надо вникнуть и заботиться о суде божьем если бы богач рассуждал о гиене об огне говорит святой он бы туда не попал так надо помнить о конце какой бы ты ни был от доход чубайса известен еще он с собой в могилу понезет чубайс ну желудок один нашли специальные какие-то палочки чуть ли не сибориты они там ели раньше но чрево то одно оно не может перерабатывать за одну секунду и специально в рот клали палочки поели вышли сблевали что новое можно было есть не перерабатывая то есть через гортань пропускали и не доходя до желудка опять выкидывали ну даже смешно за 21 сентября 2016 года это день двунадесятый праздник рождество девы марии пресно девы и благословенной богородицы ходатайцы рода человеческого ну и дальше о человеке об одном что он натворил у меня будет ролик тут немного я буду показывать что злодеяния его не поддаются измерению миллионы людей поссорил миллионы 20 лет помогали ему все все церковные самое высокое начальство везде его принимали и теперь взялись почему специальный засланец и вот они кто соприкасались где-то пришедшие там из сектантов где-то что-то они лютовали потом православные остальные и такие а сами не знают ничего живут мирской жизни невежды в слове божием живут мирскими интересами духоносные изверги травили всех секта секта чтобы не видел секта где секта даже понятия не имеет что такое секта нечто грозное зловещая и неуловимые вот это выученик в израиле сша был я буду проводить дальше кому надо туда задержитесь и посмотрите просчитайте я помещаю здесь за активированный воспаленное сознание невежество и безграмотность от разговаривает они глаза какие-то бешеные все кто у тебя такой они разговаривают даже не умеют хотя 77 правило карфагенского собора говорит сертиками обращайтесь коротко чтобы обратить мужа это им не надо им нужно невежество безграмотность создал пугало для устранения неугодных это изберги рода человеческого ни одного миссионерского отдела быть не может это от лукавого могут быть благовестнические могут быть проповеднические благотворительные детские какие угодно но и миссионерские миссии принадлежит только богу он знает сердца человеческие и поэтому посылал только по 2 господь еще еще доказывать кирилл и мефодия спустя еще семь столетий идут по 2 никаких отделов не было и быть не может это подделка имитация сатаны это чисто сатанинское дело обмануть людей вот он знает что-то скажет вот этот не такой ты ему не можешь ничего сказать и не знаешь надо ли говорить когда в какое время только бог указывает почему святой анзотаус говорит чтобы обратить душу то есть быть миссионером нужны тысячи талантов тысячи у них ни одного нету невежественное бесталанное абсолютно почему рабы в рабской натуре перед человеком ищет славу друг от друга они от бога бог не может действовать бог не может на половину занимать сердце всем умом всем сердцем всей душой но проверьте всей крепостью проверьте себя посмотрите нераскрытые преступления еще сколько будет запугивать население россии а кто наркоман самый такого негодного избрали человека а сквер богопротивные речи главного секторе да такой должности то нет уже профессор то есть сплошной обман враг затесавшийся в число христианство в должном свете создание распространения злобных слухов сплетен разрушительные клеветы это невозможно сказать какое злодеяние было сделано я тут специально взял 25 роликов из интернета только 25 а их намного больше может быть уже 250 то есть нет той области которой не касался бы этот человек это черви поганые насекомые эти вот которые миссионерские отделы это кроты черви поганые насекомые радующиеся тому что тело умерло и гниют вот мне написал сегодня дмитрий обросимов интересно как только узнают эти недруги мои сейчас как-то затихли не так разные саварбеки с д везде с д вот удивительное дело на меня с д сатана и дьявол д здравствуйте уважаемый игнатий тихонович меня зовут обросимов дмитрий живу в краснодарском крае жена трое детей хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд вот эти недруги нападают час еще кто такой дмитрий обросимов и заливает его грязью все что про меня говорит но про меня-то исследовали вас то не исследовали меня судили ничего не нашли я тут когда говорить буду а дворкин и показываю как меня в стационаре психиатрическом держали определять под суд отдавать дурака или нет или нормально счетом и определили и посчитаю биографию какой они мне дают медики не медицинским языком пишет теплые ненавязчивые смелые там и проще таки в тюрьму идти это далеко дальше не вниз а вверх это характеристику дает тут же прокуратура края мне дает прокурор края генерал-лейтенант пороскун вносит большой вклад в оздоровление алтайского края в оздоровление нравственности это все в книге для слова божия нет уз на меня нападать зачем у меня ничего нет этого хоть тысячу лет исследуйте ничего нет я каждый день работаю и все я работаю мне дал бог желание трудиться воду вожусь и здесь привожу в порядок дороги пруды помогаю где могу недавно узнал о вас и уже около месяца изучаю материалы на вашем сайте и смотрю на вашем сайте видео на вашем канале это очень сильно слава богу что есть слава богу что есть такие люди как вы вы мне открыли глаза на многое и теперь я стал более внимателен к своей духовной жизни стал стремиться изучать слово и стараться воплощать в жизнь узнанное сами сейчас на распутье в наш станичный храм рпцмп перестал ходить около трех лет назад вот за что вам придется отвечать если одна душа погибет по твоей небрежности неумышленной златоузга тебе всей жизни не хватит о священник рассчитаться за это ибо за ней умер христос получилось так что старый настоятель уехал перевели а приехал молодой 25 лет он никакой не священник он должен быть извергнутой 14 15 правила шестого вселенского собора тут выдумать не надо ничего а у нас как родился как раз родился сын вот и пришло время крестить его я как раз стал изучать как это делается правильно вообще редкие слышали то есть полным погружением вот так я беседовал один директор даже могу назвать грохотов владимир георгиевич директор вот он алтайское издательство алтайская правда и он материалы мои все имел пришел крестить я не знаю кого он внука или кого по возрасту вроде бы мой внук уже быть они ему там какую-то чашку налили он говорит нет так не пойдет я вам деньги заплатила уже с квиток по полной по полной программе а как с полным погружением да где же на кого свод говорит большая купель стоит но это как батюшка причем тут батюшка когда это каноны говорят он как начал с ними то она побежала батюшка там то 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 они сразу вы что сладкины встречались встречался я не просто встречался много лет встречаясь и я ему помогал ну разные отходы бумажные я брал в школу прокуратуру везде разносил тонны буквально не килограммы не центр а тонны бумаги тонны только сразу три с тонны вывез в лагерь в тюрьму новый священник сказал вот новый священник но он новый сосуд со старыми дырами сказал сказал что он обливает обливает да не обливает он мокрая ладошка обливать это надо раздеть и три раза облить три ведра на него вылить надо не обливает он и как я не старался не старался здесь нужно и его убедить и упросить погружать отказался сказал что он боится окунать маленького дитя с головой а зачем его так во первых незаконный а во вторых дурит такого одра говорит за хвоста в яму безбожные разбойники они этих детей не кресть это удушают духовно делает импотентами они не рождаются они не умирают для духовной жизни грехов вот так не знаю чего попущения не зная я стал потихоньку удаляться от храма стал молиться дома стал изучать старое брящество эти как дела ведут это все поповские дела и так мне понравилось их молительное правило такой подъем духовный я чувствовал но до храма их я не доехал и спустя год такой жизни стал во мне этот огонь угасать и наконец совсем перестал молиться скатился почти до протестантизма а сейчас поздно комса с вами после знакомства в интернете это огонек опять возгорелся во мне теперь хочу сделать все правильно и обращаюсь за советом к вам я хочу быть со христом о какое слово страшной силы ничего больше не надо но где нам получать таинство мне нравится старобряться а в наших местных храмах рпц мп дела творятся грустные мне говорят что это гордыня гордынька а что вы скажете игнатий тихонович скажу что дух святой трудится вашем сердце и он побуждает вас искать я вам очень верю так как вижу что вы не от себя говорите а по писанию руководстве духом святым ответьте пожалуйста если можно помолиться рабе божий дмитрий с супругой и детьми чтобы нам найти свой причал и еще хочу приобрести ваши книги спаси вас христос я вам отвечаю смотрите на нашем видео канале тему события дня сегодня 21 сентября 2016 года вот за это число и поглядите мне трудно отвечать всем письменно отвечаю это в этой теме это будет выставлено примерно через неделю или чуть позже или раньше где вам обрести причал наивернейший все понятно из вашего сообщения где я горю понятно какой ответ давать мы это все проходили весьма усердно смотрите наши ресурсы и на сайте наши ответы на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса вот где здравствуйте а это другой уже будет я отодвину его возвращаюсь снова где получить таинство где получить господь вам указывает где там где есть истинное священство истинное священство есть церкви вот несмотря на все безобразие которое творят попы священники у них там так книгах то написано в книжках то требники крестить с полным погружением с полным они так если поп боится то не с полным это он дурит дурила дурила под поповской попоны и нигде он не найдет этого его надо избергать и все на этом кончилось и притом и всегда его близко это волк лютый волк не щадящий стадо вот так творятся дела не грустная погибельная гордынка сразу гордость прелесть гордость прелесть секта все три слова гордость прелесть секта вот так они тебя обзовут я вам говорю руководство нет себя а по писанию духом святым вот мы вас помолились дмитрий супругу не знаю как звать и детьми чтобы найти свой причал я отвечаю как смотрите я причал где причал на вернейшем все понятно то есть причал я бы сказал как а то у нас первую очередь все без лукавства открыто верующий пастырь только полное погружение у нас все до единого две общины все до единого крещеных полное погружение в полное нету нету и все бесплатно это делается у нас за таинство не берется все погашает святая десятина вот я бы сказал приходите к нам приезжайте у нас приезжает отовсюду люди из очень далекие из германии были из франции принимали крещение из америки и кого только не было откуда из бразилии аргентины из израиля приезжали за эти годы вот самое лучшее для воспитания детей это поселиться здесь построить но это уже другой разговор я вам сказал что с 10 октября я буду уже в барнауле примерно так если еще не изменится можем поговорить по скайпу вот свой причал тут мы ответили но благодатность московского патриархата не отрицаю не отрицают там есть хорошие пастыри я вам назову где это отец кирилл сахаров вот москве берсеневка это от храма христа спасителя 200 метров на другой стороне канала прям рядом там полное погружение на афоне все монахи крестят только в полное вот этих моченых воина лука и ценистки считал абсолютно не крещенными но это писание говорит материала о крещении 136 так что дмитрий готовьтесь к крещению приезжайте в гости детьми с ребятишками тут у нас отдохнете летом увидите как живут православные походили весьма усердно задержалась сегодня вот теперь я покажу где наши вопросы ответы туда заходите я вам скинул уже свои данные вот коротко скажу вот наш сайт смотрите кто-то себе зафиксируете потом найдете мой мир видеоархив контакте как так я не бываю вот новый сайт просто задержите на это наш видео канал а канал как очень даже просто наш видео канал зарядите во свете библии этому сайту нашему видеоканалу во свете библии всему посвященный гимн я сегодня дам послушать даже не просто сайт а благовестие значит благословил бог вот я праву пропущу это просто задерживайтесь а сколько здесь всего прочитаете наши деревни вот так и дмитрий по скайпу можем поговорить и приглашаю в гости приглашаю то есть разрешаем если попроситесь искать надо таких священников мне многие писали всем говорил ищите и некоторые нашли но обязательно деньги а за деньги нельзя 200 долларов 200 долларов за крещение не давать ни копейки скажи надо помочь я помогу другой это симония не участвуйте в этом смертном грехе вот один пишет здравствуйте игнатий тихонович недавно познакомился с вами не лично конечно но в полной мере через ряд видеозаписей в интернете если честно то я не очень приветствую переписку в электронной форме но я тоже не приветствую мне трудно писать но коль уж так сложилось что получается быстрее и надежнее то в такой позвольте краткой форме выразить крайнюю заинтересованность в вашем труде вашем образе мысли восприятия и к вере в целом к сожалению в письме невозможно а может мне просто не подвластно передать все то скопление мысли восприятия что сложилось у меня за период уверовали в бога одно вижу точно с господь с вами видите как все видят с вами не знаю получит ли мое письменное начинание продолжение или может по божьему произволению вы когда-нибудь проедете наши окрестности во всяком случае до хранит и всяко благословит вас господь наш иисус христос с уважением алексей вот такое письмо я не стал брать уже в ее адрес и все это мой мир написали здравствуй меня зовут шарух хан я из индии я тут подправил грамматику его но сейчас все учусь в москве я смотрел ваши видео на по ютубе это мне очень понравилось я хочу познакомиться с вами вот я ему дал свои данные может выйти познакомиться по skype с 10 октября еще один пишет детский лагерь николай дедюхин игнатий тихонович точно такая же проблема случилась этим летом с частным детским лагерем в шадринском районе курганской области в селе красная нива информация вам к сведению подробности можете найти шадринское телевидение городские новости выпуск от 8 сентября 16 года видеосюжет 7 40 минуты руководитель лагеря женщина пенсионного возраста 44 красного года моложе меня на 5 лет как сказано придерживающиеся учения евангельских христиан баптистов я посмотрел это дело ну точно такая же история по тому же также лагерь палаточный его не надо делать надо просто по домам приглашать в домах живут дети отдыхают днем собираются отдельно каждый по домам питается отдельно спят это не палаточный городов это семейная жизнь все живут и как мы живем так они вот мы приобрели несколько домиков готовимся сейчас все и так думаем господь благословит вот то что на сегодня события вчерашние молебен был мы не и работали у игоря барабаша с комбайном оба комбайна полетели какие-то клапана счета там моторе и они возятся им разрешены в двенадцатый праздник а мы с володей поехали до разъеза ну проехали километра четыре может быть пять и нашли два куста каренда это помесь крыжовника со смородиной лесополосы и там набрали пришли это да сколько-то ведерко то решили по всей деревне развести по кружке по кружке всем радостно было она такая ягода хорошая день то не работали кому-то еще отнести такое вот все хотелось показать наши ресурсы это мой мир мой мир сейчас покажу вот это в моем мире эти это люди разные по цели по вот мой мир то заходите здесь можно написать что интересно у меня иногда почта не допускает до почты и допускает и все ресурса связи нет и никита ничего не мог сделать и я иногда бывает в неделю раз запустит собой ничего раз и удивительно так ну и у нас есть форум большой вот он как выглядит просто заряжайте православный форум игнатия лапкина во свете библии вот она указана во свете библии и наш видеоканал вот сегодня я поставил сколько я сейчас скажу 5 8 роликов сегодня поставил слово за трапезой престольный 14 человек посмотрели молитву за стол вводили для зимовки 14 или на с детьми еще тут три дома пока на 4 дома водили не под приспособлены но ей помогают добрые люди там и горе говорят ремонтируй живи а лето будет видно весной у нас зима ребенок больной ребятишки просто взрослые какие-то дядьки были бы они сами себе готовят дрова тут привести можно было бы как-то но ребенку нужна определенная температура это не на улице вот так господь благословил вот это у нас 20 за сколько за 31 минуту мы самое важное большое сказать большой ресурс во свете библии это наш сайт и здесь справа 4124 ответа по темам вот крещение вот димитрий вот здесь вы найдете крещение вот я нажимаю крещение и вот пошли вопросы в каком томе у меня 41 том книг 38 книжи варианте и вот здесь все написано вот какой почему же человек принимая крещение очистившись от первородного греха все равно умирает вот 3 том 927 лет я воткнул дальше идет ответ видите как любой это очень большая работа была проделана говоря о том что в рпцз также как в мп нет перед крещением серьезной категории дарской работы хотя они крестят и дальше вопрос 5 том вот я воткнул это ответы небольшие а бывают ответы очень большие можно ли венчать соглашенным вопроса согласно слова божие как проходит допущение до крещения 22 том 3500 1 страница вот я воткнул и вот идет места жирные курсивом это места из библии вот вопрос как говорят какие вопросы задают которые готовятся к крещению видите ответ какой огромный посчитать сколько надо тут вот это это все ответ ответ на один вопрос во весь экран и столько видите как это все надо было написать и все заканчивается стихотворением еще дальше вот такое дело так что заходите димитрий здесь вы найдете ответы для себя тут же книги и вот к истинному православию книга здесь вот в ее если ткнуть к истинному православию вот я ткнул а вот она к истинному крещению тут я вот ткнул только дальше пошло к истинному крещению видите сколько материалов перевожу это к истинному крещению это к истинному крещению гимн гимн и гимн сайту ну какому-то ресурсу а у нас это есть вот в освете библии один нашелся человек владимир я не знаю в освете библии а как он это написал. Продолжение следует... ПЕСНЯ 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 И то свет создал их ничего, и в лесен станет светлей. Посвети кайфли на юновой стене, Мы путь прокладываем злой. Делами дивными, християми виными, Призял ли православный бой? Посвети кайфли на юновой стене, Мы путь прокладываем злой. Делами дивными, християми вины, Ведем ли православный бой? Ведем ли православный бой? Ведем ли православный бой? Посвети кайфли на юновой стене, Ведем ли православный бой? Ведем ли православный бой? Ведем ли православный бой? Это Владимир Мачарин, и выходит, и как написал он это, и кто-то поет. Хочу узнать, и пока никого такого нет, кто бы сказал, где написано, или нет, хоть один гимн во всем интернете, гимн с сайту. Он так-то и назвал его, это его слова, это не во свете Библии. К этому нашему названию ему понравилось. И вот хотелось еще показать, какие пришли письма интересные. О, что-то не так, пошло не так. Ну, все такое. Это нехорошо. Видишь, как хотел показать, какое пришло, пришло удивительное. Вот так. Вот какая-то жидовская оккупация какая-то сидит. Интересная переписка. Это, я спрашиваю, бумаги-то сгодились наши, что в школу, что в школе сказали, это дети были в лагере, и что они работали как отработку. Галина Загуляева пишет, отнесли их в школу. Претензий к нам не было, что на отработку не пришли. Справки наши признали. Вот такие награды наша семья получила от администрации города Барнаула. Вот видите, какая. Это что-то портфель какой-то или что-то. И тут цветок, диплом. Диплом, я не знаю, Барнаул. То ли так это выглядит, диплом, или на Барнауле это она сложила. Что-то такое непонятно. Видимо, три разные. Еще. Барнаула-то отдельно, что ли, вот это. Нет, это другое. Другая ресина. И тоже диплом, что крепкая семья такая. Вот здесь. Я вот прочитать могу дипломом. Награждается семья Загуляевых. Галина Александровна, Александра Сергеевича. Вот Галина Александровна на первое место. Что она не делает, а? Ну, разве можно так? На первом месте должен быть мужчина. Ну, иногда бывает, женщина впереди, подобродетели. Почему Иоанн Златоуз говорит, то прескила и акила, то акила и прескила. И объясняет, почему то так, то так, Павел говорит. Значит, иногда может и так быть. За победу в городском, ну, тут плохо понятно, родительское сердце, что ли, тут это, в номинации «Крепкая семья». Какое-то слово не опозналось. Семейной традиции сохранения духовно-нравственного и трудового воспитания детей. Глава администрации города Барнаула С.И. Дугин. Дугин есть такой, поступает иногда. Видите, вот только сейчас писем какие приходят. Это Бросимов, которого я считал. Галина близко, тут Сергей парализованный. То есть, очень много пишут. Вот, допустим, я беру одного сейчас, вот кто пишет вот здесь. Малюкин, это Буйвол какой-то. Мальясов, Василий Лапкин. Это племянник. Вот, видите, сколько сразу он написал, видимо, приходило. Мир вам, дядя Игнатий. Вот пишу вам сказать слово благодарности за вашу молитву о мне грешном. По вашим молитвам пришло озарение покаяться и начать новую жизнь со Христом, оставив в прошлом греховную жизнь. Видите, какие слова. Ну, которые нападают, они получают такие письма или нет? Вот, это новая душа, опа, прости Господи, как-то не успеешь тронуть, куда-то все улетает. Вот, показать просто, какие греховную жизнь. По вашим молитвам пришло озарение. Конечно, очень большое влияние оказал и ваш канал на Ютубе. Через несколько дней после исповеди начались в моей жизни великие искушения. Теперь вот на здоровье непонятные вещи происходить стали от готового окружения, то сердце чуть не останавливается. Ну, молодой человек, сорока лет нету еще. Теперь вот, да, какая-то паника внутренние времена мне нападает. Я по больницам прохожу обследование, но пока все анализы показывают, что здоровье не самое плохое. Завтра вот еще к невропатологу на 10 часов. Я пишу, ничего тут нет, Вася, не бежайся. По ночам сон пропадает, встаю на молитву и молюсь. То по молитвослову, то своими словами. Причащаться в церкви не стал, потому что чувствую, что недостоин, хотя священник готов причастить и даже настаивает. Простите меня ради Христа за то, что вам все рассказываю. Может, так происходит процесс рождения свыше? Знаю, что вы молитесь о нас, но написал это все, чтобы поделиться с вами, так как я считаю вас своим духовным наставником. Ангела вам, хранитель, и поклон Владимиру Пащенко и Никите Колесникову. Вот когда мы проводили тренировки от Роспотребнадзора, милиция, когда придет, двое подошли. И вот один из них как раз он. Я пишу, спаси Христос, дальше переписки нет. Ну и тут такие вообще непрерывные. Сколько здесь благодарения Богу. Люди находят Христа. Радуются. Ну не сесть же всем то, что сеет дворки друг против друга. Мы благодарны Богу. И Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо. Субтитры подогнал «Самив»!